Преступления, о которых нельзя молчать. Сегодня во всей России говорят о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Федеральный проект «Бессрока давности» не позволит забыть о злодеяниях, совершенных фашистами. За время Великой Отечественной войны солдатами вермахта были уничтожены более 13 миллионов мирного населения Советского Союза. Об этом нельзя молчать, считают в Центре специальной подготовки «Сибирский легион» в Сургуте. Наш корреспондент Екатерина Нефёдова вместе со школьниками посетила выставку «Бессрока давности» и узнала, зачем музей возвращает свои экспонаты семьям погибших на фронте. Люди, которые могли работать, их угоняли на принудительные работы в Германию и детей тоже сортировали и угоняли в концлагеря. Выставка «Бессрока давности» проводится в Сургуте уже третий год подряд. Каждый раз меняется оформление, добавляются экспонаты. Неизменной остается идея – показать нацистские преступления против мирных жителей во время Великой Отечественной войны. Для многих это, правда, становится откровением. Что это было знают, но что это было вот так, когда показывают, допустим, коронки, показывают еще какие-то вещи, личные вещи, когда показывают даже фотографии. У многих просто шок такой, эмоциональный шок, потому что они не думали, что вот это вот так вот все. Множество экспонатов этой выставки были найдены поисковым отрядом «Север». Портсигар, оловянный солдатик, медальон. За шесть лет экспедиции сургутяне нашли и перезахоронили более 500 павших советских солдат. Но больше всего гордятся той сотней, что удалось опознать и вернуть родным. Те личные вещи, которые находятся с бойцами, мы стараемся их передавать именно родственникам. Почему? Потому что это так принято у пусковиков, потому что это было найдено с бойцом. Родственники еще ждут своих пропавших отцов, дедов с той далекой войны. Ну и мы, пусковики, стараемся их вернуть. Вступают в поисковый отряд сургутяне, начиная с 12 лет. Правда, на деле немногие из них действительно готовы к полевым поисковым работам. Но Виктория Гаук загорелась раскопками еще в юношестве. Первая экспедиция навсегда перевернула ее представление о жизни. Такое увидеть достаточно сложно это осознать, пережить, понять, через что прошел этот боец, как он вообще здесь оказался, что с ним произошло, при каких обстоятельствах он погиб. Очень сложно на самом деле. Когда мы, бывает, находим косы наших девушек и большая боль, когда понимаешь, через что они прошли. Находки поискового отряда не оставили равнодушными и кадетов 5-й сургутской школы. Информация, рассказанная на выставке, без срока давности преподносится жестко. Зато правдиво. Меня поразили и удашнули зверства немцев по отношению к детям, взрослым. То, что маленькие детей могли использовать как доноров, убить и сжечь. Выставка о геноциде советского народа будет работать в Сургуте все лето. Ее цель – охватить как можно больше слушателей и не позволить забыть о тех тяжелых для страны событиях. Екатерина Нефедова, Алексей Шахмаев, телерадио компания «Юграм», Сургут.